Может ли студент быть модным? Вот в чем вопрос. Итак, сегодня мы дадим ответ на этот вопрос, плюс я дам вам 7 советов, как этого добиться. Да, каждый студент может быть модным и иметь свой личный стиль. Главный вопрос – это есть ли у вас смелость для этого, чтобы быть лучшим в окружении? Есть ли у вас смелость плыть против течения в мире, где люди носят пижамы на уроке? Есть ли у вас смелость, чтобы надевать самое лучшее? Я не говорю про то, чтобы носить костюм. Я говорю о том, чтобы надеть лучшее, что у вас есть. О том, чтобы задуматься, кто вы есть, что вы себе представляете и куда вы направляетесь. И одеваться так, как вы бы хотели себя видеть в лучшем образе. Я знаю, что многие из вас, ребята, только начинают самореализовываться. У кого-то вообще деньги поджимают. Так что эти советы будут очень даже кстати. Из-за дополнительной информации можете почитать эту статью. Это гостевой пост моего друга Марио, он студент в Европе, изучает космическую инженерию. Его отец – итальянский портной. Так вот, он пришел ко мне с такой идеей. Я подумал, что это хорошая мысль, потому что многие из вас еще учатся. И вы тоже хотите круто выглядеть. Я догадываюсь, но хотелось бы услышать и от вас. Почему? Если говорить обо мне, когда я учился в институте, то я одевался с иголочки ради возможностей. Я не знал, когда у меня может быть интервью. Когда я закончил служить, я пошел учиться, и не знал, когда какая-нибудь компания могла прийти в универ набирать кадров. Так что у нас буквально у каждого всегда был костюм в шкафчике на всякий случай. Так что я всегда мог переодеться, если был на тот случай. Я понимаю, что не у каждого будет такая возможность. Так что, надеюсь, благодаря этой информации, вы сможете всегда быть готовым и выглядеть хорошо в повседневной жизни, и быть готовым, если вдруг возможность постучиться к вам в жизнь. Совет номер один – прочность. Отличный пример – это кожаная сумка. Иметь в наличии сумку или рюкзак, который протянет большой срок. Что я люблю в кожаных сумках, так это то, что эта вещь может с вами пройти хоть через всю жизнь. Вы следите за ними. Убедитесь, что она довольно прочная, хорошо пошита, и со временем она будет становиться только лучше. Только задумайтесь, сколько раз вы ей воспользуетесь, и как вы будете от нее зависеть. Вы найдете себе качественную сумку за 200 долларов, или, может, что-то попроще – за 100. Но та, что за 100, которую вы тысячу раз используете за год, может быть не столь хорошей сделкой, чем та сумка за 200, которую вы сможете использовать 5000 раз. А вот к этому я веду, ребята. Если вы присматриваете сумку или туфли, то есть вещь, от которой вы будете зависеть, то обратите внимание на те вещи, которые действительно прочные. Давайте перейдем к качеству. Качество не всегда обязательно. И кожаные сумки – это отличный пример. И часто качество не имеет отношения к прочности. Но качество может сыграть хорошую роль и сэкономит вам деньги, когда вы начнете покупать вещи в долгосрочной перспективе. Хорошим примером тут может быть безопасное лезвие. Качественная бритва. Да, отойти от картриджных бритв на ранней стадии позволит не только выделить и научиться качественно бриться, но также это позволит вам сэкономить деньги. Да, в первый год вы, возможно, потратитесь на хорошенький набор, но со временем вы заметите, как это работает. Ведь каждый раз после бритья вы будете понимать, что тратите копейки по сравнению с тем, если бы вам надо было покупать дорогие картриджи. Замечаете? Качество. Также это может быть покупка хорошего костюма. В этом случае, я думаю, это весьма важный момент. Задумайтесь, зачем вы пошли в университет? Вы там ради возможностей найти хорошую работу или начать собственную компанию. В любом случае, вам нужен отличный костюм для интервью. Так что купить что-то темное, что хорошо на вас сидит, вы идете к партнему подогнать размер под вас, чтобы когда вы пришли, вы закрыли это интервью, потому что вы чувствуете себя на миллион долларов, и вы знаете свои силы. Пункт номер три. Взаимозаменяемость. Я продолжу говорить про костюм. Скорее всего, лучшим выбором будет темный цвет, угольно-серый, темно-морской, может быть, средне-серый, но такой вариант, под который можно одеть большое разнообразие рубашек. Да и вообще, в целом иметь взаимозаменяемый гардероб, это дальновидно. Почему? Все просто. Это сэкономит вам деньги. Вы сможете меньше покупать, и это будет друг с другом сочетаться. У вас не будет такого, что одна вещь подходит только под одну пару штанов. То есть, надо усвоить, если вы покупаете вещи, которые нельзя взаимозаменять, то вы просто выбрасываете деньги на ветер. Совет номер четыре. Пользуйтесь винтажными и эконом-магазинами. eBay, Etsy, или что вам больше нравится, где вы сможете покупать одежду по очень низким ценам. Может быть такая ситуация, что пожилой мужчина умер, и его жена сдает все его вещи в магазин. Или может кто-то из ваших знакомых чистит свой шкаф и избавляется от старых вещей. Они похудели или набрали, неважно. Так что вам выбирать. Вы можете реально выхватить отличный итальянский галстук всего за один доллар. Отличные сделки, если вы знаете, что вы ищете. Совет номер пять. Пользуйтесь студенческими скидками. Вы должны спрашивать ее. В этом секрет. Студенты почти никогда не пользуются своим студенческим. А вы должны спрашивать. У вас есть студенческая скидка? Это должно прямо выстреливать из вас. У меня есть мой ветеранский значок. Я всегда спрашиваю о скидках для ветеранов. Иногда я попадал в отели, где мне давали скидку 50%. Так что это срабатывает не только с одеждой. Это распространяется на множество вещей. Хей, у вас есть скидки для студентов? Да, некоторые компании скажут нет, но другие – да. Совет номер шесть. Заботьтесь о своей одежде. Просто примите как данное – у одежды есть цикл жизни. Так что, когда вы ее носите, стираете, отправляете на чистку, когда вы все это делаете, вы, можно сказать, забираете немного от жизни одежды. Если кто-то из вас помнит код в игре, когда вы повышаете количество жизней с 4 до 40, кто-то помнит такое? Если да, пишите в комментариях. Так вот, вы можете делать такое с одеждой, немного продлевая ее жизнь. Если вы чистите пятна, если вы стираете руками, если вы не сушите вашу одежду в машинке, даже если на бирке стоит знак, который позволяет это делать, лучше пусть она просто высохнет на веревке. Особенно рубашки. Будьте внимательны с вашими костюмами. Отправляйте их в чистку, только когда они грязные. Ребят, тут есть книга «Как следить за одеждой». Качайте, читайте. Я знаю, что многие из вас пробуют самостоятельно чистить свою одежду, и это не всегда хорошо получается. Так что читайте книгу, научитесь следить за одеждой, и она проживет намного дольше. Последний совет, номер семь. Развивайте свой личный стиль. Когда вы учитесь, это время для экспериментов, чтобы понять, кто вы есть, чтобы создать свой образ и стать тем, кем вы являетесь. Оглянитесь, многие ведутся на модные тенденции и даже не имеют понятия, кто они есть на самом деле. Все носят практически одинаковую одежду, и возникает вопрос, хочу ли я быть как все? Хочу ли я одеваться в этом же стиле? Или подумайте о вашей среде. Если вы инженер или учитель, неважно, подумайте о лидерах вашей индустрии, о тех, кто на вершине, и лучше подражайте им, одевайтесь, как они. Представьте, как бы вы выглядели через 20 лет, когда вы достигнете вершины карьеры, и начнете одеваться так уже сейчас. Именно так развивается свой уникальный стиль, джентльмены. Итак, ребята, на этом все. Если хотите, то можете прочитать статью. В этой статье есть больше информации, а также ссылка на онлайн-книги, о которых я говорил. Просто тонны дополнительной информации в этой статье. Дайте мне знать, что вы думаете о таких видео в комментариях. Мне очень приятно читать комментарии. Мне нравится учиться у вас. Увидимся в следующем видео. Берегите себя.